Частная военная компания «Вагнер» – российское негосударственное вооруженное формирование с неясным правовым статусом, созданное и подконтрольное российскому предпринимателю Евгению Пригожин. Впервые о частной военной компании «Вагнера» в октябре 2015 года написало петербургское издание «Фонтанка.ру». По ее данным, в 2013 году Вадим Гусев и Евгений Сидоров, российские менеджеры ЧВК «Моран Секьюрити Групп», которые специализируются на защите торговых судов от пиратов, зарегистрировали в Гонконге ЧВК «Славянский корпус» и набрали по временному трудовому соглашению 267 сотрудников для охраны месторождений и нефтепроводов в Сирии. Вместо этого сотрудники «Славянского корпуса» оказались вынуждены принять участие в гражданской войне на территории этой страны. Дело Гусева-Сидорова уникально для нашего правосудия. Впервые граждане России получили сроки по 359-й статье Уголовного кодекса «Наемничество». Согласно материалам дела, Гусев и Сидоров развернули настоящую вербовочную сеть. Зарегистрированная в Гонконге фирма называлась «Славянский корпус». Она набирала добровольцев якобы для охраны нефтяных месторождений в Сирии. Контракты сулили от 3 до 5 тысяч долларов в месяц. Желающих набралось около 250 человек, в основном отставных военных и бывших сотрудников полиции. Но уже на месте легионеры поняли, реальность намного жестче и опаснее того, что им обещали. Вот как описывал свое пребывание в Сирии наемник из Санкт-Петербурга в интервью сайту «Фонтанка.ру». Когда с нами говорили в России, объясняли, что поедем по контракту с сирийским правительством, убеждали, что все законно и все в порядке. Когда приехали на место, оказалось, что нас прислали как гладиаторов по договору с каким-то сирийцем, который то ли имеет отношение к правительству, то ли нет. То есть мы частная армия местного авторитета. Первая же вылазка славянского корпуса закончилась плотным обстрелом его колонны со стороны боевиков оппозиции. В итоге несколько наемников было ранено, остальные приняли решение требовать эвакуации. Вскоре они попали в Москву, где их уже ждали сотрудники ФСБ. Рядовых наемников после допросов отпустили, а Гусева, он руководил операцией, и Сидорова, он отвечал за кадровый вопрос, суд вскоре приговорил к трём годам колонии. Апелляция в высшую инстанцию не помогла. Одним из нанятых в славянский корпус сотрудников был Дмитрий Уткин, подполковник запаса, который до 2013 года был командиром 2-й отдельной бригады специального назначения Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. Само название группа Вагнера, образованное от позывного «Вагнер», выбрал сам Уткин вследствие его увлечения Третьим Рейхом. В 2016 году Дмитрий Уткин посетил празднование Дня Героев Отечества в Кремле, как награжденный орденами мужества, и сфотографировался лично с Путиным и другими военными. Публикация в скором времени этой фотографии вызвала скандал. В ноябре 2017 года Уткин был назначен гендиректором Concord Management и Consulting, управляющей компанией ресторанного холдинга Евгения Пригожина. В сентябре 2022 года Пригожин впервые сознается, что создал ЧВК Вагнера. Подтвердил он и то, что его наемники участвовали во многих военных кампаниях, в том числе в Украине. По словам Пригожина, он долгое время избегал признания в связи с этой группой, чтобы не подставлять ей участников, которых он назвал «основой русского патриотизма». В октябре того же года Пригожин через свою пресс-службу подтвердил открытие ЧВК Вагнер-центра в Санкт-Петербурге. По его словам, миссия Центра – повышение оборонспособности России, в том числе информационной. Сама же частная военная компания Вагнер не значится ни в одних силовых ведомствах, ни в реестре юридических лиц, а ее бойцы отсутствуют в формулярных списках личного состава. По некоторым данным, негласное курирование группы Вагнера осуществляет непосредственно Главное управление Генштаба Вооруженных Сил России. По мнению некоторых российских и западных экспертов, группа Вагнера в действительности является замаскированным подразделением в структуре Министерства обороны РФ, подчиняющейся напрямую правительству. Также стало известно о существовании тренировочной базы группы Вагнер в Краснодарском крае полигон Мулькина, тренировки на котором начались в середине 2015 года. Также сообщалось о реабилитационном центре в городе Геленджи. Ранее предполагалось, что это санаторный комплекс был дачей Пригожина. С конца 2022 года Пригожин начал распространять информацию о многочисленных иностранных наемниках из западных стран, которые якобы воюют в составе его ЧВК. Пентагон отметил эти заявления Пригожина как дезинформацию. Первой операцией группы Вагнера принято считать захват украинских частей в Крыму в 2014 году. Кроме того, считается, что группа оказала существенную помощь в организации антиукраинских военных формирований в Донбассе. В первой половине 2014 года после аннексии Крыма России около 300 человек из группы Вагнера вошли в состав сепаратистов на Донбассе и воевали под командованием Игоря Гиркина. Наемники приняли участие в боях за аэропорт Луганска, а затем устраняли нежелательных для России популярных полевых командиров. 9 июня 2022 года в ходе вторжения России в Украину, по данным многих источников, ВСУ, как предполагается, уничтожили помещение спортивного комплекса в городе Стаханов, где, по их данным, находилась база группы ЧВК Вагнера. Выходцев из ЧВК Вагнера используют как основную ударную силу, дополняя эти подразделения военнослужащими ВДВ. Из-за этого отряды вагнерцев несут большие потери. Наемники в основном участвовали в боевых действиях в Луганской области. Начиная с июля 2022 года ряд СМИ сообщили о посещении тюремных колоний человеком со звездой Героя России, очень похожим на Евгения Привожина. Согласно им, он начал вербовочный тур с колоний для бывших силовиков, а затем переключился на учреждения строгого режима. Предприниматель предлагал заключенным принять участие в боевых действиях в составе его ЧВК в обмен на помилование, снятие судимости, паспорт России и денежные выплаты от 100 тысяч рублей в месяц и 5 миллионов в случае гибели. В середине сентября в 37 российских колониях ЧВК Вагнера завербовали не менее 5700 бойцов. К началу ноября 2022 года в войне с Украиной погибло более 500 заключенных, завербованных ЧВК Вагнера. Точное число погибших неизвестно. Согласно разведывательному обзору Минобороны Великобритании, от января 2023 года в боевых действиях на Украине ЧВК задействовали 50 тысяч человек. При этом по оценкам Белого дома, к середине февраля 2023 года ЧВК потеряло убитыми и ранеными около 30 тысяч человек. Группа Вагнера с 2022 года после нападения на Украину находится под санкциями Канады, Австралии, Японии и Новой Зеландии. В январе 2023 года Минфин США объявил ЧВК Вагнера транснациональной преступной организацией из-за участия в войне на Украине, массовых казней, изнасилований, похищений детей и физических издевательств Центральной Африканской Республики и Мали. А Министерство внутренних дел Великобритании начало рассмотрение присвоения ЧВК Вагнера статуса террористической организацией. Наемничество в России запрещено законом. За участие вооруженных конфликтов на территории другой страны уголовный кодекс предусматривает до 7 лет лишения свободы. За вербовку, обучение и финансирование наемника до 15 лет. Деятельность ЧВК Вагнера неоднократно пытались узаконить. За принятие подобного закона выступал даже глава МИД Сергей Лавров. В декабре 2022 года после очередного устного оскорбления вагнеровцами в адрес Генштаба Вооруженных сил России, депутат и генерал Виктор Соболев заявил, что ЧВК Вагнера давно нужно было поставить на место, и напомнил, что это частная военная компания, а это незаконно. Начальнику генерального штаба, ты пидор и черт ебаный, да больше не воевать, у нас нет снарядов, там парни гибнут за нас, а мы тут сидим, блядь, не помогаем, нам нужны снаряды, мы хотим разъебать всех, мы тут под бахмутом против всей украинской армии воюем, где ты? Помоги нам наконец-то. Спикер по вопросам национальной безопасности США Джон Керби заявил следующее. Вагнер это преступная организация, совершающая массовые злодеяния и нарушения прав человека. Мы будем неустанно работать над тем, чтобы выявлять, разоблачать и наказывать всех, кто оказывает помощь Вагнеру. Ну а как долго частная военная компания Вагнер сможет противостоять Вооруженным силам Украины, пока же только время. Субтитры создавал DimaTorzok